Андрей, добрый день. Андрей, подскажи, пожалуйста, кем ты был до сетевого бизнеса? Ну, я был классическим предпринимателем. Это когда ложишься в пять и в шесть подъем. Я таким бизнесом занимался 25 лет. А что подвигло все бросить и перейти в MLM бизнес? Я давно присматривался к MLM бизнесу. Ну, вообще подвигло, наверное, книги. Я много читал об успешных людях и среди успешных людей очень много тех, кто пришел, стал миллионерами, миллиардерами, очень богатыми и состоятельными людьми именно из MLM. Такие, как Дональд Трамп, такие, как Роберт Тиосаки. Это мои учителя. Я много читаю этих книг, этих авторов, и, соответственно, мне это импонирует. Ну, и поменялась структура бизнеса до той поры, пока в Российской Федерации был некий рост. Было интересно заниматься бизнесом, был рост. Сейчас все бизнесы лежат на боку. И я в 2008 год, кризисный, он показал то, что классические бизнесы, они очень сильно подвержены спадам. Нет государственного финансирования. Если твои бизнесы связаны с тендерами, это уже тяжеловато ими заниматься. Я знаю, что ты очень успешный сетевик. И скажи, чем обусловлено или что помогает тебе делать такую стремительную карьеру? Многие не верят, но у меня есть своя какая-то определенная цель, я могу ее озвучить. В MLM бизнесе мне понравилось то, что я могу обыкновенным людям помогать. Я всегда именно этим занимался и благотворительностью. Ну, это была помощь, скажем так, финансовая. А вот именно помочь человеку там на какие-то свои лыжи стать, это именно MLM. Вот, человека берешь, ведешь и наблюдаешь за тем, как он растет. И вот он уже из обыкновенного человека, который вчера ездил на автобусе, покупает себе автомобиль за 2 миллиона рублей. Ну, вот, звонит тебе в 4 часа утра, радуется, что у него есть какие-то успехи, кто-то квартиру купил. Вот, и меня это, конечно же, в первую очередь мотивирует именно движению. Понятно. Ну, тогда скажи, какие три основные качества должны быть у лидера? Ну, первое качество, я считаю, так, должна быть определенная цель и от нее не отворачивать. Потому что MLM бизнес, он, в принципе, непростой. Он несложный, но он и непростой. И самое главное, понимать перспективу развития. И, если ты цель поставил, просто к ней идти и каждодневно, каждодневно, каждодневно делать один шаг вперед. Это первое. Второе. Лидер. Лидер должен уметь за собой вести людей. Для того, чтобы за собой вести людей, мы должны очень внимательно слушать людей. Потому что, по большому счету, каждый человек приходит, он, какими-то своими проблемами. И именно в MLM бизнес люди приходят в основном даже, можно сказать, от отчаяния. Но когда у него где-то не получается, ну, вот, это второй момент. И третий момент, которым должен обладать лидер, ну, не знаю, 24 часа в сутки быть на связи. А как, поскольку я привык 24 часа в сутки всегда быть на связи, вот, любой человек из моей команды, он меня всегда видит в чате, он всегда видит, что я всегда с ними, где бы я ни был, в разных городах. Вот, это меня очень сильно, ну, мотивирует, и я понимаю, и я всегда ищу таких людей, которым именно это интересно. Ну, вот, скажем, определенные движевые люди, они есть в любом городе. Андрей, ты очень позитивный человек, успешный и позитивный. Но, скажи, пожалуйста, а как ты справляешься с трудностями и со стрессом, который все равно бывает? Ну, стрессы бывают, когда люди тебе не верят. Это для меня, ну, в большей степени. И поначалу меня очень сильно это задевало. Потому что даже мои друзья, знакомые, видя, что я и в бизнесе в своем, скажем так, хорошо развивался, и, скажем, имел успех, и в МЛМ тоже самое пришел. И в основном они сначала мне не верят. Вот, ну, со временем это все проходит, и они просто потихонечку наблюдают за мной. Вот, и потом им тоже это нравится, ну, и присоединяются. Я предприниматель, а предприниматели такие люди, которые каждый раз, когда падаешь на колени, надо всегда встать. Поэтому для меня, скажем так, наверное, сам бизнес, он именно в этом и заключается, чтобы справляться с трудностями, потому что, ну, они вокруг нас. И чтобы ты был сильным человеком, надо всегда справляться. Ну, и еще я стараюсь поставить, скажем так, для себя каких-то лидеров в пример. Бывают, конечно, трудности, вот, и в самой работе, что приходится перелетать с города в город, приходится там в различных отелях, там успеваешь, не успеваешь, где-то поел, не поел, где-то поспал, не поспал. Вот, ну, в основном такие трудности. Вот, ну, когда тебе нравится дело, это не трудности. Точно, точно. А я так понимаю, что ездить приходится много? Много ездить приходится. У меня достаточно обширная география. Это с Дальнего Востока начинаю, с Владивостока и заканчивая, там, конецом Крым, вот у нас сейчас появился. Вот, активно развиваю Крым. Вот, живу в Тюмени, посредине страны, получается, что мне, я бываю дома реже, чем, очень, очень мало бываю дома. Это, конечно, для семьи там как-то это может быть не очень. Вот, но я хочу построить очень большую команду. Я хочу быть в лидерском составе, вот, в ближайшее время директором. Соответственно, меня это все очень сильно мотивирует. Ну, теперь вытекающий вопрос. Если ты постоянно в разъездах, а как вообще твоя семья и твои близкие, вообще твой круг отнесся к тому, что ты занялся MLM бизнесом? Тем более, понимая, это твой первый опыт. Да, опыт у меня, правда, первый. Семья всегда, скажем так, семья это крепкий тыл. Семья меня поддержит в любых начинаниях. Ну, вот, точно знают, что в любом деле, за которое я берусь, я обязательно там добьюсь успеха. И им больше ничего не остается, как терпеть, писать, смотреть за мной. Друзья, знаете, друзья появляются в каждом городе. И для меня самые лучшие друзья, это те, которые идут со мной плечо, ну, бок о бок, плечо к плечу. Вот, это мои друзья. Вот, они всегда с пониманием, соответственно, мы стараемся как-то это делать бизнес, то есть вместе с друзьями. И нет лучше друга, наверное, тот, с которым ты познакомился в бизнесе. Бизнес-партнер, это самый лучший друг. Андрей, от тебя веет позитивом и успехом. Ну, а были ли такие случаи, когда что-то не получалось и хотелось просто все бросить и опустить руки? Ну, наверное, у каждого человека бывают какие-то моменты, когда наступают трудности. Постоянно мы работаем с людьми, а люди попадаются разные. И, соответственно, бывает после неких бесед, вот, прям, бывало, хотелось остановиться. Ну, это называется, надо ночь переспать. Ну, вот, с утра все нормально, смотришь на себя в зеркало, ну, вот, и все заново, каждый день заново. И каждый день новых открытий, каждый день новые люди. Ну, вот, и точно знаю, что людей очень много. В сетевом маркетинге говорят, что где мне взять людей, да, например, людей очень много, и он весь, весь мир наполнен теми людьми, которым нужно помогать. Вот, наверное, основная задача. Еще уверен, для тех, кто сейчас нас смотрит, будет очень интересно, если это твой первый опыт в сетевом бизнесе, когда ты принял решение, и сколько времени уже прошло, как ты принял решение заниматься MLM-бизнесом? Я два года уверенно занимаюсь MLM, больше ничем, никаких других бизнесов у меня нет, и, соответственно, как предприниматель я привык жить, ну, скажем, обеспеченной жизнью, ни в чем себе не отказывать. И, когда я пошел в MLM, то другой задачи не было, сразу встать на хорошие рельсы, выйти на хороший чек. Какого заработка ты сейчас достиг ежемесячно? Скажем так, ну, при хорошем раскладе, вот, 10 тысяч евро. Много это или мало, я не знаю, для каждого человека это какие-то деньги. Предпринимателем будучи, я зарабатывал и больше, но я хочу сказать, что именно перспектива развития в MLM, вот, из такой компании, как Life is Good, вот, я думаю, здесь я выйду совсем другие заработки, и вчера мне понравилась, значит, идея за три года стать евровым миллионером, ну, вот, наверное, я туда иду. Мне нужно очень быстро, за несколько лет, я думаю, за ближайший год уже догнать и перегнать. Супер, Андрей, спасибо за твой опыт, спасибо за то, что поделился с нами своими секретами успеха. Желаю благополучия твоей семье и желаю скорейшего достижения твоей цели, чтобы ты стал миллионером. Спасибо. 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 Спасибо.